всем привет сегодня я буду готовить куличи куличи получаются очень вкусные при этом они просто готовятся абсолютно все не сложно я думаю даже для новичка единственное что она она готовится как бы в два этапа то есть сначала нам нужно приготовить опару и для того чтобы вы не запутались потому что рецепт действительно очень простой я сначала приготовила все ингредиенты для приготовления опары а чуть позже я добавлю все остальное там уже совсем немножко мука изюм то есть мелочи остаются понадобится нам сахар полкило 300 грамм сливочного масла топленое молоко пол литра его обязательно нужно подогреть чтобы оно было такое тепленькое если вдруг у вас не окажется топленого молока но можно взять обычное но с топленым честно говоря вкуснее также 6 яиц и дрожжи в первую очередь что нам понадобится дрожжи нам нужно добавить вот сюда к молоку я беру один пакетик 11 грамм и еще одну чайную ложку перемешиваем пока дрожжи у нас тает стоят мы еще поставим растапливаться сливочное масло в микроволновку но не сильно чтобы она у нас не закипела ни в коем случае просто растаял даже если будет плавать кусочки это даже хорошо пускай будет прохладно мы в это время разбиваем яйца сюда же мы добавляем сахар и яйца с сахаром перетираем в однородную массу не забудьте что яйца должны быть тепленькими то есть их нужно заранее достать из холодильника и вот насчет сахара кстати тоже куличи получаются очень сладкие я бы на свой вкус взяла немножко поменьше но мои вот любят такие сладкие поэтому решайте с вами если хотите чуть-чуть уменьшить сахар перемешали теперь добавляем сюда молоко тут у нас и дружи немножко уже начали работать и масло на свете растаяло небольшие кусочки остались вот в самый раз все это сюда добавляем и вымешиваем хорошенечко опара у нас готова все мы вымешали теперь нам нужно ее оставить чтобы она начала уже и бродить дрожжи начнут работать и вот это именно такой самый долгий процесс то есть минимум понадобится восемь часов вот проще всего сделать в ночь то есть вечером сделали опару утром можно уже начинать готовить куличи то есть мы накрываем либо крышечкой либо пищевой пленкой и оставляем минимум восемь часов а по-хорошему так часов 12 где-нибудь в теплом месте 12 часов у нас прошло опара готова вот такая получается мы ее перемешиваем теперь будем готовить тесто далее нам понадобится изюм примерно грамм 300 чайная ложка соли пакетик ванилина и мука в районе полтора килограмма единственное что тесто получается достаточно много поэтому лучше взять более большую посуду я буду переливать просто в кастрюлю теперь сюда мы добавляем ванилин чайную ложку соли изюм я замочила заранее в коньяке примерно полчасика он у меня постоял теперь нам нужно это все слить но если вы не пользуетесь коньяком или не хотите таки по каким-то причинам то есть можно просто ну как обычно замочить в теплой воде ну вообще вот этот коньяк в котором я замочила его нужно добавить сюда же к тесту то есть вот две столовые ложечки все остальное я солью и изюмчик мы тоже будем сюда же добавлять изюм хорошо припудриваем мукой лишняя влага в муку впитается и изюм будет более равномерно распределяться по тесту чтобы он не опускался на донышко а было равномерно весь можно добавлять сюда же цукаты тоже будет очень хорошо и красиво по вашему желанию теперь сюда уже можно подсыпать мукой понемножку подсыпаем и сразу же перемешиваем вымешиваем ложкой вот насколько это возможно дальше нам нужно будет тесто вымешивать руками но она очень липкая поэтому руки смачиваем просто растительным маслом смочили и теперь уже действую как обычное тесто все хорошенечко перемешиваем вот такое тесто должно получиться она очень липкая то есть это нормально но она уже в то же время как бы собирается друг за другом подтягивается вот так вот в один комок внутри поднимается его поднимаешь и она тянется вот это вот то самое тесто теперь нам нужно его оставить на расстойку ну ставим в теплое место где-то ну на час примерно на полтора и обязательно не забудьте про большую посуду потому что она увеличивается очень хорошо раза в три наверное точно и накрываем либо крышечкой либо пищевой пленкой не пользуйтесь полотенчиком потому что поднимется и прилипнет к полотенцу тесто у нас подошло даже пытается бежать видите как она сильно увеличивается высоко поднимается еще бы дальше убегала немножечко его так обнинаем теперь нам остается его просто разложить по формочкам я беру такие маленькие для первой партии небольшой кусочек теста и вот смотрите само тесто увеличивается ну где-то в два раза может даже в три поэтому чуть меньше половины формы уберем вот так рассчитывайте что просто тесто сильно поднимется вот такие небольшие кусочки отщипываем и раскладываем по формочкам тесто у нас подошло я думаю видно вот она увеличилась примерно в два раза теперь мы ставим их выпекаться вот такие маленькие куличики будут готовиться ну примерно наверное полчаса то есть все зависит от размера пока эти куличи пекутся сразу готовьте формочки то есть пока вот эти будут готовы эти у вас уже постоят поднимутся то есть все это будет своевременно быстро первая партия готова мы быстренько перекладываем и следующую партию отправляем также выпекаться вторая партия тоже готова также перекладываем и будем остальные доделывать осталось буквально еще на одну партию куличи у меня готовы часть я уже успела разукрасить эти еще ждут очереди сейчас буду доделывать одну тарелочку вот такой уже съели даже не крашенными то есть по количеству я думаю можно сориентироваться вот который мы делали против нее вот три штуки таких единственное что они все вот такие ну маленькие меня любят маленькие прям кексики вот несколько штучек сил которые побольше но может быть максимум в два раза то есть вот я думаю сами сможете сориентироваться если больших то это там ну 5 может быть штук 10 смотря какой у вас размер какой для вас большой вот такие они получаются красивые вкусные красивые в общем вы сами я думаю придумаете как разукрасить глазурь можете взять любую по вашему вкусу можете воспользоваться моим рецептиком я оставлю ссылочку и один я конечно же сейчас разрежу покажу что получается внутри вот такой он пористый он не сухой изюма достаточно много там получается очень вкусный очень нежный глазурь у меня не сыпется я беру свой рецепт я думаю если вы попробуете вам тоже все понравится это очень вкусно и не в общем да и не сложно поздравляю всех с праздником готовьте с удовольствием хорошего вам настроения всем спасибо приятного аппетита пока пока и и и и и